Так, друзья, все, приехал за мной гея, мы едем. Куда гея? Привет, в Каманы. В Каманы самое святое место в Сухумском районе. Самое святое место, да, считается? Ван Златоуста и мученика Василиска. И мученика Василиска. Ну вот будешь нам рассказывать историю потом. Сейчас будем камни собирать, пятнами крови Василиска. Да. Ты не бывала там? Была. И вот когда детям было 9 лет или 10... Купальник взяла? Нет. Ну я так, просто ноги помочу, руки умоюсь. И мы в прошлый раз нашли там этот камень. Ты нас, по-моему, возил, мне кажется. Ну а кто нас еще мог возить? Ты. Это было очень давно еще, детям 9 лет, 20 лет назад. Наверное, наверное. Я тебе точно говорю, ты нас возил. И у меня даже фотографии есть. Вы поднялись потом в храм, а я с кем-то осталась, я не поднялась туда, в мужской монастырь. Ты на часовню не поднялась в Василиска. Да, я куда-то не поднялась. А вот дети пошли. И ты пошел, дети. Витя пошел, Царство Небесное. Вот, так что... Ну, сейчас посмотрим. Так что мы едем. Друзья, к нам присоединилась Олеся. Вот такая вот девушка красивая. Она из Ростова на Дону, правильно, Олеся? Правильно, да. Тоже приехала одна отдыхать, и мы все вместе едем сейчас на экскурсию в Каманы. Ты прочитала, кстати, про Каманы что-нибудь? Да, прочитала. Сможешь что-то рассказать? Ну, пока... Я потому что прочитала и забыла. Пока так поверхностно, то что это очень историческое место, очень такое культовое. Много туда паломников съезжается ежегодно. Да. И есть источник там святой, и место для купания есть, и источник в воду люди набирают, пьют воду в святую. Да. Ну, вот хочется сейчас интересно проехать туда самой, все посмотреть. Я первый раз еду вживую. Скажи, у тебя духи индийские какие-то? Индия? Нет? Нет, это, наверное, арабские. Арабские, вернее, арабские. Я чувствую. Смотри, снимай, как красиво здесь. Арабские духи. От Олеси пахнет прям арабскими духами, прям классно. Ой, слушайте, это не отзыв ресторан? Да, да. Ой, он такой красивый внутри, там все из дерева сделано, я смотрела фотки. Классно. Мы едем, вот такой вот веселой компанией, я думаю, будет круто. Олеся уже, я поняла, веселая очень девушка. Так что... Олесь, ты не замужем? Я не замужем. Олеся не замужем. Так что, мужчины, кто смотрит, имейте в виду. Друзья, мы приехали вот в пекарню. Я думаю, что это и эта пекарня. Ну, я точно сейчас не помню, было давно. Мы посмотрим. Посмотрим. Наверное, да. Здравствуйте. А вы хлеб уже выпекли весь, да? Посмотрите, чтобы вот как вы выпекаете уже все, да? Уже кирпич. А раньше вы круглые здесь выпекали такой хлебушек? Раньше, да. Давно, да? А, сейчас уже нет. Я просто... Старые воспоминания, лет 20 назад я была здесь. Вот. И... Раньше, да. Круглые. А у вас купить можно хлеб? Да. Ага. Какая у вас пекарня. Сколько? 30? Ага. Ну, ладно, купим хлеб, сейчас отвезем туда, в монастырь. Ну, ты хлеб не будешь, наверное, ездить? Ребята, хлеб прям горячий. Вот прям горячий-горячий. Ну, ты хлебушек же не будешь кушать. Ты моя девочка. Ты моя девочка. А может, это и мальчик. Наверное, девочка. Привет. Привет, хорошая. Скучаете тут, да, паласки? Паласки скучают. А, еще и систему, понятно, кормилица. И вот еще один кин пришел огромный. Ой, ну ты что, хлебушка хочешь? Собаки съели целую буханку хлеба на троих. Вот собачки. Гей нам ценную информацию дает. Давай, Гей. Ну, вот эту дорогу именно в Гаманы, что идет, а развод танк тоже можешь снять. Это трофейный танк грузинец. Трофейный танк грузинец. Именно через Гаманы наши оболченцы прорвались в город Сухум, потому что оттуда невозможно было никак. Вот через Гаманы можно было сказать, что Сухум полностью освободили. А, через Гаманы, да? Да. Дорога жизни. Сейчас по дороге будет стоять сванский дом. Да, один сван, по-моему, здесь построил или жив, я не знаю. Сейчас такой интересный дом увидишь. Он лишь высокий, думаю, стоит у того. Слушай, а там что стоит? Крест? Вот там какая-то... Вот, вот это и сванский дом. Вот здесь вот объездная дорога строилась еще в советское время, чтобы город Сухум разгрузить. Вот видишь, какой был мощный Советский Союз. Сейчас не то, чтобы дорогу строить, даже нету такой техники, чтобы вот этот вот железный мост снять. Ага, мост железный. Смотри, какой мощный. Это в советское время как раз строилось и не успели. Вон он, сванский дом, я приостановлю. Давай, домашка вон в таком поле, можно сказать, стоит вот такой вот сванский дом. Смотрите, какая красота. Интересно, сколько ему лет? Наверное, лет сорок, наверное. Лет сорок. И вот здесь, Гей сказал, на первом этаже... Как они? Это в горах сваны, сваны. Зовут вот такие дома строят. Там снег 2-3 метра слоя выпадает, поэтому они на третьем. Они на четвертом живут. Они на третьем, на четвертом живут. На втором там и на первом они там хранят свои вещи, продукты, говорят. Вот так. Но сейчас здесь же никто не живет, да? Нет, мы просто на память построим, человек и стоим. На память. Вот такой сванский дом. Смотрите, какая здесь красота, тишина. Ой, горы. Смотрите, как красиво. Петушки поют. Класс. Гей говорит, здесь серпантинная дорога сейчас будет. Так что давайте с вами вместе проедем по серпантинной немножечко. Мы сейчас поднимаемся в горы, да? И спускаемся. А, спускаемся уже? Да. Посмотрели, как ощущение отрывается. С правой стороны. Ну, а как я его посмотреть? Надо выходить. Это еще туман. Красота. Ага. Слушай, красиво. Давай аккуратно только. Природа, конечно, шикарная. Шикарная природа. А воздух какой, боже мой, вообще. Цветами бахнет. Да, да, цветами. Акация цветет, и воздух просто потрясающий. Аромат обалденный. Да, если бы не было еще ветерка, было бы вообще супер. Смотри, сколько там акации. Там вообще все в акации. Ух ты. Вот отсюда вот можно просматривать. Давай увидим. Во время войны вот здесь вот грузины сидели. Здесь крест. Крест. Вот такой. Здесь грузины стояли и туда? Да, оппозиция у них была, да. Оттуда наступление было в наших. Через Новый Афон. Вот пешочком по реке познялись. И даже дорогу пробили. Утешника смогла пройти. Да, именно вот через Канаду нашу. А что за река? Гумиста. Гумиста? Гумиста или Гумиста? Гумиста? Гумиста. Гумиста. Да, Олесь? Да, удобная форма. Несмотря на то, что она вроде бы выглядит так как-то немножечко неуклюже, но на самом деле удобно. Да, все, мы приехали в Мужской монастырь. Так, идем по дороге. Вот по такой дорожке. Здесь проходит река, кстати, я не показала. Сейчас покажу вам. Здесь вот река, видите? Мостик есть. Речушка. Так, и мы поднимаемся вот сюда наверх. В монастырь. Я купила пряники, купила еще там сладости и купила в пекарне хлеб. Я купила два батона сначала хлеба, потом один батон я скормила, буханку скормила собакам. Вот, и пошла купила еще одну буханку. И то есть вторую буханку мы сейчас начали есть, поэтому несу все-таки в итоге я одну буханку. Но всего получилось три. Так что идем. Впереди вот Олеся, девушка из Ростова-на-Дону. Поднимаемся в горку. Мне в горку всегда тяжело подниматься. Сразу отдышка начинается. Не знаю, мне кажется, что это после ковида. Здесь такие вот развалины. Собачки. Здесь идет ремонт. Ой, боже мой. Это что-то необыкновенное. Часовенькое. Посмотрите, какая красота. Это что, белый павлин? Я первый раз такого вижу. Белый павлин. Привет, собачка. Смотрите, какая прелесть. Ой, боже мой. Что-то необыкновенное. Белоснежное. Собака пришла просит хлеба. Какая красота. Белоснежное. Белоснежное причем. Классный. Привет. Ты тоже хлеба хочешь? Ой, мам. Я чуть-чуть тебя боюсь. Нет, не надо. Я тебе... Мамочка, не надо, не надо. Нет, он уже ест мой хлеб. Все. Он в моей сумке учувствовал вкуснятину. И теперь будет ходить за мной. Пойдем, помоги. Поднимайся. Все. Мы от тебя. Он уже жевал в моей сумке. Не дала тебе, да? Ну, извините, извините. А павлин мы ушли. Он перед нами криковался. А теперь закрыл хвост. Белый. Представляете? Красота какая. Какой храм. Так, я надела такой платочек, я с собой взяла шарфик свой на голову и пойду. Ну, место чудесное, ароматы чудесные и как-то хорошо, короче. Видите, здесь при входе есть благословение на рождение детей. Вон тут свечка, лавровый листик. Есть ладонки, вот такие небольшие. Колечки. Здесь тоже какие-то амулетики. Свечка, 20 рублей, 10 рублей. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Здесь, я так понимаю, вот гробница лежит. И здесь кидаются записочки. Можно написать. Свечи стоят. Ну, а он златоуст. Вот здесь. Златоуст. Очень красивое место. Здесь несколько помещений. Я вам снимаю нишину. Я вам снимаю часть. Снимала. Потому что как-то мне не очень удобно. Три комнаты. Очень красивое место. И здесь себя чувствуешь. Прям как-то, вы знаете, спокойно, умиротворенно. Прям очень приятное место. Советую всем для посещения. Все, заканчиваю. В общем, это гробница. Я сейчас спросила здесь у матушки. Ну, которая продает все вот иконки. Гробница, она... В ней лежал 30 лет. Иоанн Златоуст. Вот. Но потом его, я тоже об этом читала, перевезли в Константинополь. И захоронили там. И здесь только лежит гробница. Вот стоит гробница, к которой мы подходили с вами. Я вам показывала. Ну, она просто пустая. Но все равно, как бы, она такая, считается, святая. Потому что, ну, как бы, 30 лет в ней находился Иоанн Златоуст. Вот. И все равно люди преклоняются к ней. Записочки многие оставляют. Вот. Место такое хорошее, красивое, очень приятно. Так что, в общем, отдала ей все подарки, которые я привезла сюда для монастыря. Так что, все хорошо. Сейчас уже будем возвращаться. Сейчас подойду еще к павлину. Очень уж он мне понравился. Хотела спросить, сколько в монастыре живут человек, но что-то не спросила. А здесь еще и курочка такая павлина. Смотрите, как приходишь, он сразу распушил хвост. Ой, какой он красивый. Я не знаю, вот, конечно, через сеточку не очень все это передается, но он прям красавец, конечно, красавец. Он вам ничего не скажет. Очень красивый. Белый павлин. Первый раз я вижу такого белого павлина. Вот. Смотрите, повернулся для нас. Ух, какой, какой красавчик. Какой ты красавчик, боже мой. Ух ты, ух ты, ух ты. Такая вот красота здесь. Снежный такой, да? Снежный павлин. Ух ты, какой красавчик. Ты очень красивый, очень красивый. Ага. И курочка такая. Здравствуйте. И курочка. Курочка. А сколько в монастыре здесь человек живет вообще? Еще пять человек. Пять человек всего лишь? А-а-а. Все где? По горам. По горам ушли? По горам. А-а-а. Ты сам откуда? Я из Москвы. А она из Ростова. Здравствуйте. Хорошо у вас тут тихо. Здесь летно пока. Здесь летно пока. Ну так, как мы здесь летно. Юль, июль месяц сами хороший. Август. Какой? Август, июль. Август, июль. В смысле хороший? Поднихаем. Все вот палатки, все стоят вот здесь вокруг. А-а-а. Ватабаде. А-а-а. А-а-а. А-а. А живут даже приезжают, да? А-а-а. А-а. Здесь летно. Прям. Блиг. Где там? Где? А что там? Там это Иоанна, а вот голова где все лежит. Где голова? Иоанна Златоуста? Да. А-а. Где здесь? А там, ну а что там, захоронения какие-то или что? Домашние. Здесь захоронения будут, забрали потом. Там 775 ступенек. А-а, 775 ступенек подняться. В гору? Да. А-а, в гору. Ага. А там что ногами? Голова Иоанна Златоуста. А-а-а. А там захоронена голова именно его? Уже сняли. А так есть. Все. Уже убрали. Ее же вот мне сказали, перевезли в Константинополь, да? Ну просто там это случилось, да? Там случилось. Там его убили, это место, по-моему, да, где его убили? Все приходили. А-а. Иоанн Златоуста, он же Иисуса крестил? Иоанн. Иоанн креститель. Он Иисуса Христа крестил? Угу. Святое место. Я после войны ничего не остался здесь. Все люди жили здесь. Вот здесь прям жили, вот там в горах, очень много, да, было домов. А, ну там я вижу что-то такое. Тысяча триста семей ушли отсюда. Тысяча триста семей. Вот здесь тоже так вот, я как-то подумал. И там тоже людей много жило, да? А сейчас все. Это 15 тысяч только. Всего поселения. Угу. А почему? Это кто, грузины? Да, война была. Это грузины ушли. После войны ушли, да, сразу все? У кого еда, затем он и идет. Если я молоко имею свежее, налью вас, если их убудите. Что? Это Ростов-Город, там мои родня равно все. Да. Что нальете, молока? Молоко имею. Коровья? Да. Или козья? Нет, коровьи не имею. Давайте попробуем с удовольствием. Если не спешите, то на вывода вновь. Я здесь, в феврале, всегда, каждый год, Ростов-на-Дону, Воронеж. Угу. Около 70-80 жителей приходят здесь. Ну это паломники, да, я так понимаю, приходят сюда? Нет, отдыхающие идут. А, отдыхающие даже? Да, здесь находятся, здесь его, здесь места есть, в своей ферме имеем, находясь здесь. А, мои двоеродни, братья, сестры, все в Ростов-на-Дону. Угу. Ну, оказывается, видите. Это заводов устроен сейчас. В этом что посидим? Молоко идем пить. Что дела? Баски, это не посторонний. Боком иди. Это мясная обувь, но такое это. Я еще отдыхаю, что помни, да? Да. Да, в сухом отдыхаю. Еще этот друг, вот этот... Не, не, то не мешай. Это всем, каждый конфетки дают, шоколадик. Все ест, да? И за это бегать. Все ест. Потом дали, ради бога. А у вас корова здесь есть, да? Да, у нас ферма здесь. Около 30 головы есть. Ферма? Да. А, 30 голов? Прямо вот здесь где-то или где? Ну, здесь рядом, где святая вода, вы прошли. Мы еще не были, сейчас поедем туда. Мы мимо. Мы сначала сюда заехали, а потом уже к святому источнику. Можете приезжать, мы здесь сразу, и пятеро находимся здесь. Здесь есть все, где-то гостиничные, машиничные, не знаю, что там. Я сейчас много приду. Куда? Есть. Люди увидят, вот так смотрят. Убегают, даже человеку скажи, хоть здравствуй, скажи, откуда пришел, как-нибудь. Два дня живем, друг друга кушают, но не видишь, что там тоже война идет. Сейчас, типа, в Украина что творится. Да, да, да. Пришли вот в такую вот. Смотрите, как классно. А здесь вы спите? Или что это? Здесь мы костер развлекаем. Костер? И шашлыки жарите. А, здесь вот видите, такой котелочек. Смотри, котелочек, так классно. Каймак. Да. Или как? Ну, не-не-не-не, я такой не ем. Извините, вот правда. Я просто такой, ну, нет-нет. Вот, типа, каймак. Много положили. А зато оно полезно очень. Угу. Что делать? А это у вас венцо? Вино? Ну, а как без вина? Мне вот рюмочку венца лучше налить. Ну, я... Это... Это молодые, не пьющие. Я вот сюда каждый месяц приезжаю. И что? Отдыхаю. Ну, в смысле отдыхаю? Я там в лесу живу. Правда? Да. Спасибо большое. А что значит в лесу вы живете? Спасибо, очень вкусно все. Спасибо. Но я больше... Извините, пожалуйста. Расскажите, я вас не снимаю, просто вниз снимаю. Вас лицо нет. Меня не мешает в области. Лицо нет. Я просто хотела спросить, в смысле, как вы живете в лесу? Я пошутил. А-а-а. Он сухуми, я бы сказал. Ну, я думаю, мне, ну, мало ли, может быть, он отшельник какой-нибудь. Он хочет вот жить. Поставил себе палатку, домик какой-то срубил. Это юмор, это юмор, абхазский юмор. Да? Человек, да, сухума. У нас много среченников рода в лесу находятся. Я за что говорю, я вас впервые живу, говорю, не сесть. Здесь, как раньше был гостеприимство, это уже не идут. Вот эта война людей уничтожала. Не знаю, сколько люди потеряны. А вы абхазец? Да. Коренной. Целый день работаем, что-то делаем. Люди, это не объясню. Не хочу кого-то за кого-то плохо сказать. Попробуйте рыбу. Не, не, я рыбу не им. Дай Бог, чтобы вам дороги всем надо, чтобы Бог посмотрел. Вы, я в этом надею. Дай Бог, да, все больше увидите. Вы будете приезжать. Такие места бывают, с ума сойдут. Здесь лошадь есть, здесь пшенистки отдыхают. Мы месяцами можете отдыхать. Угостили сыром нас вообще чудесный просто. Обалденный, вкусный. Такой подкопчененький. И кисюлька такая хорошая, не сходит с рук. Он у нас сидит, уснул, у меня здесь на свадьбе. Столько наснимала, что у меня закончилась память. Сейчас кое-что удалила. Ребята, ну это просто, мы так посидели, так хорошо, душевно поговорили. Парень там молодой, он вообще какой-то провидец. Он, Юльке хотел сказать, Олесе сказал, тебе надо выходить замуж. Она уже два раза была замужем. И сейчас, кстати, не замужем. И как раз мы когда ехали, она говорит, вот бы мне эта сама, мол, типа жениха. Ну, что-то такое, разговорились. Так что, вообще, он мне сказал, что у меня все хорошо. Я говорю, мне что-нибудь скажите. Он говорит, у вас все хорошо. Я говорю, ну спасибо. Счастливые такие отсюда выходим. Блин, святое место. С павлином. Здрасте. Можно? Здравствуйте. С той стороны, чтобы он ближе к сюда подвинулся. Ты мой красавчик. Рюкучка. Видите, мы сюда впустили павлину. Это не Сюхова здесь. Красавчик. Прикольно так. Хорошие, прям ручные. Ну, боже. Ну, у меня хлебушка. С той стороны, там, как такой вольер большой будете делать, да? Да, огромный. Там сад, много цветов будет. Ну да, им, конечно, надо много места. А они могут улететь или нет? Ну, им надо подвязать. Там четыре крыла. А, чтобы не улетели. Потому что во многих парках, вот я смотрела, ездила там, даже в Греции, там есть парки. У них они, павлины, ходят постоянно, они не улетают. Я овец изучал это немного, но они очень любят, ну, вообще дружелюбные. Редко, когда могут там напасть. Вот это до сих пор ко мне не привык, никак самка. А вы здесь тоже проживаете, да? Да. Больше всего они любят сыр, яички вареные, я заметил, семечки. Семечки, да? Ну, ладно, в следующий раз, если будем здесь, обязательно что-нибудь привезем. Ой, вот такая вот. Ага, красивая. Ой, мост. Ага. И река красивая. Посмотрим. Ой. Смотрите, какая красота. Горная река Гумисто. Другие стоят. Здесь монастырь. Мостик на самом деле прям такой очень опасный. Ну, вроде как крепкий. Но все равно стоят на нем, знаете, вот бревна, видите, какие. Если упадешь, рекой тебя унесет туда и не знаю куда. Шикарная экскурсия у нас получилась, вообще просто потрясающе. Сейчас еще мы поедем на источник на святой, он еще там не был. Да, здесь Василиска как бы распяли и мучением предали. И когда он предавался мучениям, вот это вот все было. И из-под его ног возродился родник. Вот. И это происходило вот на этом месте. Поэтому как бы считается святое место. Такой мостик здесь, в стуночном. Не холодная вода? Холодная. Ну как холодная? Она холодная, но нормальная. Зато целебная, никогда не простудишься, да. А у меня ноги болят, как раз. Ты покрестилась вообще, и надо было покреститься. Класс. Нет, хорошо, хорошо, правда, хорошо. Ой, прям на ногах аж. Знаешь, свобода какая-то, такая легкость, легкость, честно. Друзья, смотрите, я зашла к Олесе в номер. Находится прямо на набережной. Может быть, кому-то это пригодится. Отличный номер, я вообще просто в восторге, если честно. Смотрите, здесь, по идее, вот три кровати, получается. Три кровати, вот одна, вторая и третья. Вот такой небольшой номер. Здесь есть все, кондиционер, телевизор, обогреватель есть. У нее ключ, сама она закрывает, открывает здесь все. Столик, чайник, потом холодильник есть. Смотрите, как удобно. Зеркало во весь рост. Не везде такое есть, зеркало во весь рост. Круто. Здесь фен сразу, пожалуйста, сушите волосы и укладывайтесь все на виду. Здесь туалет, посмотрите, какой красивый. Обалденный просто. С бойлером. Здесь душевая вот такая. Просто, видите, вот слив идет. Ну, на Шри-Ланке везде почти так же вот тоже. То есть слив, вот ты закрываешься вот этой вот штучкой и все. Туалет, все в плиточке. Шкафчик. Вот такой шкафчик. И цена, Олесь, давай, скажи, как у тебя цена. Сейчас я вид покажу с моря. 1800 сутки цена. 1800 сутки. Да, без завтрака, без всего. Но я вам сейчас покажу, где он находится. Смотрите. Так, вид сейчас покажем. Давай, открывай. Здесь, она говорит, это типа как хостел. Я говорю, ну хостел, когда много людей, а так, получается, мы здесь поднялись на лесенку, на второй этаж. Вот здесь вот, смотрите, это сразу выход на море, на набережную, на центральную, где вот, где порт, понимаете? Вот порт, и вот все, здесь маяк. И вот, пожалуйста, смотрите, обалденный, 1800 рублей. Вот такой номер. Так, сейчас мы у нее спросим, как она его нашла. Смотрите, как круто. Вот здесь можно сядь утром, попить кофеечек. Вот, смотрите, садишься, вот такой вид, чаек, кофеек, пьешь. Морской воздух, просто круто. Вообще обалденно. А здесь еще есть другие номера, там с балконами есть. Смотрите, атмосфера какая. Обалдеть вообще. Я не знаю, как он называется. Ой, в какую мы дверь-то входили. Вот он что-то. Ой, слушай, ты мне скажи, как это вообще место называется? Значит, это место называется хостел Сухум отель. Хостел Сухум отель. Да, на набережной Махаджиров, 54 адрес. Вот, так что вот. Кому надо, ищите, смотрите, класс. Ты с собой букетик принесла, да? Да, букетик аккации. Аккации, как пахнут. Сбор, сборные. Обалденно. Вообще, и запах уже прям на всю комнату. Классный. Субтитры сделал DimaTorzok.